Для того, чтобы сделать хорошую фотографию, мало одного умения нажимать на кнопку. Если не учитывать некоторые обстоятельства, каким бы дорогим и хорошим ни был фотоаппарат, снимки получатся плохими. Первое обстоятельство – времени. Самый удачный период дня, чтобы выйти поохотиться, делать хорошие фотографии, это, я думаю, что это утром и вечером, когда солнце вот только вот поднимается, и тени получаются довольно-таки длинные, и кадры драматические, очень художественные получаются. Полдень, когда солнце высоко – не лучшее время для съемки. На лицах образуются глубокие тени. Избавиться от них несложно. Для этого, хоть на улице и светло, нужно использовать фотовспышку, включить функцию «Fill-in». С ее помощью можно сделать интересные кадры даже против солнца. Модель поставить так, чтобы головой закрывал солнце. И опять-таки включить именно функцию «Fill-in». Получится очень красивая фотография, как будто орел вокруг головы. Второе важное обстоятельство – обстоятельство места. Определите для себя объект съемки. Попытайтесь понять, кого или что вы собираетесь фотографировать, и сосредоточьтесь на нем. Не пытайтесь объять необъятное – не получится ничего. Если вы снимаете в пейзаж, то есть ни в коем случае не режьте кадр на две части, чтобы не получалось симметрии. Это нехорошо. Фотографируя движущийся предмет, не стоит фиксировать фотоаппарат на одном месте. Чтобы получить вот такой эффект, когда объект в фокусе, а фон размыт, надо следовать камерой за движением. Когда я фотографировал, вот я движением, то есть как-то вот следил за объектом, за собаками. И напоследок совет тем, кого фотографируют. Не нужно напряженно ждать, когда вылетит птичка. Живые снимки получаются самыми красивыми. Светлана Большакова, Александр Анненков, Алексей Данько. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова